всем привет с вами снова андрей канал серверок сегодня 9 июня и я заехал на поле где у нас растет чеснок у нас 0,1 гектара примерно чеснока точнее 10 соток и у нас как вы знаете очень сухая сухая весна была уже лето такое суховатое началось лето и поехал посмотреть не надо ли поливать хотел вскопать вскопал пару мест этот чеснок и внутри там земля черная такая хорошая влажная как бы я считаю что поливать его не надо можно но но не нужно но что я обнаружил я обнаружил стрелку которую уже дала круголя вот это уже индикатор то что ее пора срезать да когда стрелка еще просто прямая то можно еще ждать я пока не знаю почему пока не изучил этот вопрос но я уже как бы слежу за разными там чеснок онлайн генерал чеснок разные в общем youtube блогеры эти которые по чесноку ну и не только по чесноку вообще сосада огородники и да они говорят вот именно когда вот он круги лядаст например вот этот вот круг но это такой еще наверное не совсем полный круг но вот это вот здесь уже полный круг но я уже ждать не буду пока все они скрутятся но в основном много уже с круга ляда ла но у нас кто следит за нами у нас два сорта чеснока сейчас я перейду покажу как выглядит второй сорт чеснока но у нас нету любаше у нас есть какие-то два других сорта какой-то один я спрашивал один по могут это какой-то тоже украинец или он так и называется украинец или просто с украинский сорт какой-то а второй тоже неизвестный мы купили у этого одного коммерсанта а это я брал у крестный но не она не он не знает свои названия своих сортов здесь стрелка вот его 2 до он прямая стрелочка вся прямая стрелка еще она только-только по вылазил этой с морской стрелка так что это такой темненькая тут да ну и он принципе да вот этот который мы у крестные брали он такой покрупнее конкретно покрупнее такие тут заросли да вот он чесночек вот она стрелочка я если честно не знаю знаю что в интернете и некоторые даже продают эту стрелку у нас я только что смотрел на фейсбуке евро килограмм но я не знаю смысл ли есть на них собирать расскажите как вы используете эту стрелку сик кто-то использует да тут реально тут то мне сейчас расскажу если так посмотреть ну прям больно уже почти по пояс вот этот вот эта сторона по пояс да такой высокий чеснок здесь здесь так это еще тот же самый а этот а слушай этот четвертый сорт уже такой высокие местами да ну вот она вся вот крут крутилась мне сейчас надо пойти посчитать сколько у меня этих самых чесночин в в ряду допустим за метр чтобы сколько мне оставлять ну что я хочу оставить стрелку этот сорт и этот сорт я хочу оставить стрелку для семена в общем чтобы обновить сорт и хочу чтобы в следующем году в следующем году он все равно еще не будет там будет только одна зубка а через два года тогда мне надо увеличить плюс объем чтобы наверное каких-то 0203 гектара то есть 20 30 соток хочу чтобы у меня уже был свежий и молодой чеснок так что сейчас я займусь вот этим расчетом сколько у меня примерно в метре штук получается но правда мы это вручную садили еще пока без сеялки без сажалки если посчитать вот так вот раз большой метр раз два три 4 5 6 7 8 9 10 а слушай мне принципе 10 штук в большом шаге даже если посчитать 120 это значит 1200 1200 луковин значит 1200 луковиц это значит это если 120 метров примерно получилось 1 2 3 4 5 6 7 8 с половиной ладно 8 8 8 вот так вот 8000 и 200 это 1600 9600 мне надо на насчитать очень мне надо будет посчитать сколько мне оставить просто я еще точно не знаю сколько семян получается в одном в одной этой самой луковицы в одной стрелке я читал что там может быть от 50 до 120 семян семян ну наверное я буду считать поменьше может какие-то штук по 40 как бы пессимистически в общем я когда высчитаю тогда отмеряю сколько оставлять сколько срублять срезать так мне он там сдалеке идет евина бабушка игры пойду помогу тебе пойдет мне помощница тоже срезать в общем я рассчитывал что у меня примерно ну рассчитывал 55 семян будет эту 50 семян в одной верхушке и 448 но я в общем 20000 примерно семян себе оставлю там посмотрим сколько мне получится это будет достаточно много больше у меня сейчас примерно 7000 7600 примерно зубцов я посадил я так примерно посчитал на взгляд приблизительно 7000 вот я хочу оставить 22 тысячи семян ну там будет на раб больше этих семян ну там непонятно какой размер там будет я тоже буду калибровать да в общем я отмерил я отмерил 7 метров с этой стороны здесь как раз хороший это чесночок тоже до 7 метров я оставлю стрелковаться надо будет отметить ногой прочертить чтобы я сам не забыл когда сейчас пойду бабушка говорит пойдет со мной я говорю отдыхайте не говорит пойду евина бабушка приехала она по выходным тут в деревне тоже ни в какую не хочет отдыхать бабушке тоже интересно посмотреть на наш бизнес она тоже такая человек бизнесмен любит все эти дела всегда поддерживает нас во всех начинаниях бизнеса все пойду начинать потихоньку пойду возьму ножницы один перчатки одену очки ветер сегодня обещались они максимум 20 градусов я поэтому кофту и отдел вроде на солнце ничего но ветер до 9 июня вот такая вот и погода а кстати пойду посмотрю какой у бабушки чеснок для сравнения может на камере тоже будет видно бабушка верит надо еще подождать и сама начала уже обрубать тоже вот юный чесночок но это тот сорт который попозже уже начал крутиться но не так он еще он смотрите он прямой если что у меня можно будет взять да 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 тот большой который у ливии тоже был да 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 я так и понял но я вижу да по нему что он даже крупнее ну тоже тоже но с эти морозы наверно побили вот это желтизна скорее всего сушь думаете да ну так а вы разве не поливали его а такой вскопайте его и там будет там мокрота вниз ну как мокрота не вода но там есть влага ну ладно все а вы оставили специально или вы просто пропустили а можно ломать легко ломается вообще а вы к в еду его не в небе не кушайте а и продают на им даже в интернете да да я так и смотрю вот это вроде бы ломали а вроде бы и есть раз уж ломать так ломать все ой как вы много пропустили бабушка халтурите мне такой помощник не нужен вы мне проставляете там процентов 50 ну да а я я и бабушка сколько вы оставили а да не так надо было чтобы не закрутились я правда не знаю почему а клубничка уже есть тут у вас или это это позднее да пойду сниму немножко но я принципе готов уже рубить все бабушка не сдается во клубничка что зелененькая ага пока красных не вижу какие-то листья маленькие а да а еще чеснок а вот это так выглядит как головка целая да здесь остался на раз прошлого года а вот вот смотрите закрутился вот он закрутился полностью ладно все закругляемся пока никого нет пока тещи нету дома надо своровать у нее клубничку так это красненькая надо найти такую самую красненькую и скушать ее до пока никто не видит ну вы же никому не расскажите что я своровал одну клубничку даже сладенькая пока никого нету я сворую вторую неплохая клубника ты еще на выходные приедет уже будет много ливия привет ну да может быть ножом и лучше я сначала типа ножницами садовыми такими пробовал уже ряд 120 метров прошел 6 уже 2 заканчивая спина побаливает конечно бабушка не сдается говорит и отдыхает ни фига ветер не стихает да тут местами местами хорошо растет другими местами паху лучше местами похуже там бывает некоторых местах еще только-только вылазит в некоторых уже почти уже второй круг уже почти немаломатывает вот эта стрелка как-то непонятно место от места зависит потому что здесь у нас не знаю там дерево может быть влияет как-то что-то там здание там низина больше влаги то где-то суши где-то в общем да разными чё за пару часиков все по обрезаем в общем мы втроем я бабушка и адриан мой малой мы за час раз два три четыре пять пять рядов и вот адреса сидит 6 сейчас тут закончу ну часа за полтора мы сделаем потому что тот сорт еще который попозже мы будем так а тут уже тоже кто-то шел да да вот этот вот сорт они только только но эти покрупнее да видны они пор крупнее этот начинает закручиваться бабушка блин нас бабушка чуть и на ножах не по по не порезали сейчас я говорю все идите отдыхайте последний ряд мы с адресом двоем сделаем ни фига говорит иди иди вперед я там начнут и где-то там продолжать не сдается все оставлю ей метров двадцать хватит ей все начну где-нибудь здесь пускай идет домой отдыхает бабушка удумала нам помогать на пенсии надо отдыхать пускай молодежь пашет мы едят молодой мне тут со спиной уже как-то так ну неприятно я так стараюсь как бы и коленки согнуть чтобы меньше спину сгибать всегда получается тяжело я помню когда мы сажали этот чеснок мы его за один день посадили но мы вручную его впихали как у нас были у нас были нагнанные эти самые ямки нагнанные короче забыл называется клубом в общем это самое и и надо было поглубже сделать я еще пропихивал и так пальцем как бы втыкал в гонял их ну да тоже сила надо было в общем да я потом наверное чуть ли не неделю у меня болели эти задние части ног он здесь или здесь и не помню икры до спина такая была такая болючая чуть-чуть но мышцы мышцы у адриана сегодня не выходной а как это называется а то вы нас на общем они из дома учатся до каждого когда он по программированию учится так что у них эта возможность больше слесарь какой-нибудь особо вода по удаленке не может учиться программист может и учиться и работать да многие закручены многие не закручены что поделать не оставлять же выборочно так это что за черная тут какая-то для тут какие-то вши тут завелись ничем никакой химии не хочется отравить это все дело так мне кажется уже когда селитру сыпешь кажется кажется какая-то химия я как-то особо не любитель ну как так сказать внутреннее мое говорит что не хочу я как бы удобрение никаких таких этих покупных может там ничего плохого нету если в меру до евро говорит где-то пробовал маринованные вот эти вот стрелки кушал горит очень вкусные но надо знать рецепт то я сейчас только что попробовал скушать сначала вкус такой похож на горох что там смесь гороха лука а потом такой появляется вот этот ядреный резкий чесноковый такой ну я вам скажу вкус интересный не совсем как чеснок что-то чем-то такое прикольно прикольно надо будет разрулить эту тему потом может быть будем собирать вот эти вот стрелки будем готовить их мариновать в этом году всех спросил никому не надо соседка тоже проходила игру надо открыть я ничего не понимаю в этом и пошла вот в общем и никто ничего не понимает и мы ничего не понимаем вот мы не собираем их вот такой глухих такой мощный мощный стрелка стрелка такая еще не закрутила здесь это даже еще не вылез но мы его тоже уже пробанем да мощный такой я думаю там головка потом такая мочканет чеснока да вот эти два с половиной ряда такие да у нее и стрелка такая посильнее а вот этот вот этот уже крутанулся вот эти я оставил все на семена 7 метров посмотрим что тут у нас потом будет за семена да примерно 20 22 тысячи у нас будет семян красота и ляпота все спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь всем пока